Всем привет! Сегодня я хочу показать вам семена цветов, которые я буду выращивать на следующий сезон. Семян не столь много, потому что в следующем году у меня по плану создание каменистой горки, поэтому, чтобы рассчитать свои силы, посевов много делать не буду. Семена новинки в этом году заказывала профессиональные, здесь и однолетники, и многолетники. Итак, купила три сорта камнеломки. Я в прошлом году выращивала камнеломку. Семена были российского производителя, схожесть была очень плохой. Выросла по итогу, у меня две куртинки, я высадила в цветник. Ну и затем, конечно, я все пересажу уже на каменистую горку. Поэтому решила профсемена заказать, надеюсь, на лучшую схожесть. Название здесь иностранное, я сразу буду говорить перевод. Горец оттенки розового камнеломка, она находится в капсуле, и семена здесь мультидраже. В каждом мультидраже запечатано от одного до семи семян. Это камнеломка, цветущий ковер, тоже капсула, но семена уже россыпью. Семена у камнеломки, конечно, мелкие. И пурпурная мантия, тоже семена уже россыпью. Очень красивые оттенки, мне понравились. И, конечно, камнеломка идеально смотрится в ракариях и на каменистых горках. Затем заказала лабелию. Лабелия вся кустовая, я уже второй год выращиваю только кустовую, мне она очень нравится. Это серия ривьера. В прошлом году я тоже ее высевала. Замечательная серия, особенно кустовые сорта, таких красивые куртинки, разнообразная цветовая тоже палитра у этой серии. Замечательная и цветет она, как пишут раньше других серий на 15 дней. Действительно, она рано зацветает и до самого снега. Итак, лабелия серия ривьера, это морская волна, тоже в мультидраже. Затем синие глаза, тоже очень красивая лабелия. И темно-синяя просто. И голубое небо. Здесь по 10 штук в каждой капсуле. Этого достаточно. Тоже буду высаживать в цветники и в кашпона, как подбить какое-либо растение. Затем купила я пшанку шиловидную. Здесь семена россыпью, не в мультидраже. Конечно, семена очень мелкие, пыльные. Надеюсь вырастить ее, потому что рассада очень дорого у нас в Московской области продается. Попробую. Семян здесь достаточно, что получится. Красивые очень куртинки, цветущие зеленые. Это как почвопокровник и в ракариях, и на каменистых горках. Замечательно смотрится. Мне очень нравится. Но это лабелию мне дали в подарок. Это ампельная. Затем заказала лаванду узколистную. У меня в цветнике 4 сорта лаванды. Около, я посчитала, 70 кусов уже. И не хотела ее сеять в этом году. Но увидела новинки. Думаю, надо купить. Здесь это голубой аромат. Тоже они в капсуле находятся. Они не дрожжированные, просто россыпью. По 10 штук здесь. Нет, по 5 штук. По 5 штук. И лаванда узколистная, синяя река тоже. А нет, здесь уже 10 штук в капсуле. Посажу, посею. Я хочу сказать, что лаванду, если вы собираете свои семена, то смысл сеять на рассаду нет. Сразу ее сеете в открытый грунт. Просто здесь вопрос в чем? Что она у вас, возможно, в этом году не зацветет. Но так как я покупаю их всего лишь по 5-10 штук, до каждого сорта. Поэтому, конечно, я максимально хочу сохранить эти кусты и высеваю рассадой. И тем более, что если рассада высаживается, она у вас непримерно в этом же году зацветет. По крайней мере, у меня она цветет в этот же год. Причем не по одному цветоносу, а прям, ну так, можно сказать, массовое цветение. И заказала еще, конечно, овсяницу сизую. У меня есть опыт ее выращивания. Очень хорошо она всходит. Семян здесь достаточно. 0,1 грамм. Мне нужно буквально будет 10 куртиночек. Здесь семян около, наверное, 50. Надеюсь на хорошую схожесть. Замечательное растение. Злаковое, красивое. Так, и хочу вкратце показать, что высевала в прошлом году. Что понравилось, что не понравилось. Вот как раз это лобелия серия Ривьера. Лиловая розовая, она кустовая. У меня остались здесь семена. Замечательная серия. Высаживайте, не пожалеете. По крайней мере, вот кустовая. Очень хорошая серия. Итак, в прошлом году я высаживала буловоносец. Это тоже профсемена. Это куртинки, похожие на овсяницу сизую. Что я хочу сказать. Здесь было семян тоже мало. Не знаю, 5 штук, наверное. В общем, в итоге я высадила цветник только одну куртинку буловоносца. И хочу вам сказать, что особой разницы между овсяницей сизой я не заметила. Они очень похожи. Такая же куртинка голубоватая, сизового цвета. В общем, растет у меня. Я вообще вот овсяницу и вот этот буловоносец буду высаживать тоже на каменистую горку. Но очень красиво смотрится в каменных садиках. В прошлом году высаживала пениссентум. Я вам показывала рассаду. У меня взошло, по-моему, было 5 семян. У меня в рассаде было 3 растения. Хорошо поднялась рассада. Листья напоминали как рассаду кукурузы. Она такая салатового цвета. Листва была очень нежная. И первые вот эти вот всходы у меня съели коты. Но точку роста они не тронули. Поэтому она восстановилась и пошла дальше расти. И разрослась хорошо в рассаде. Но так я ее не смогла высадить в открытый грунт. Потому что ее коты все-таки доели. Очень нежные листики. Вот эта первая зелень их привлекла. И они ее съели. Что было очень обидно. В общем, пенисинтом я так и не увидела, как он растет в цветнике. Только в рассаде. Не стала повторять в этот год. Это у нас он идет как однолетник все-таки. Потом синеголовник. Он у меня тоже взошел. Причем, знаете, очень хорошо взошел. Интересно, у него листва в рассаде похожи на сельдерей. Вот как в рассаде сельдерей. Такие же листики у синеголовника. Я думала, что это пересорт. Потому что листы у взрослого растения совершенно другие. Но нет. Посмотрела в интернете. Да, он в рассаде так и выглядит. Но что-то случилось. В общем, он у меня так в рассаде и погиб. Вот. Поэтому не увидела я синеголовника у себя в цветнике. В прошлом году высевала тоже лаванду. Новый сорт. Вот такой у меня был. Профсемена. Из 10 семян у меня было 7 штук выросло. Я сию, вы знаете, в общую плошку. Я много раз показывала посев и уход за лавандой. 7 штук у меня в итоге росло. Выросло до 7 настоящих листов. И я начала их пересаживать по отдельным стаканчикам. Вот на этом моменте, после пересадки, наверное, через неделю у меня рассада вся погибла. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, что мы жили тогда на два дома. Это город, деревня. И вот эти все переезды, уезды все-таки повлияли на рассаду. И она у меня погибла. Вот. Так что в этом году, на следующий год, я думаю, что мы закончим наш долгожданный ремонт. И уже окончательно мы будем жить в деревне. И все будет нормально. Тогда за рассадой, конечно, будет более плотный и добросовестный уход. Но, в общем, вот эту лаванду я не смогла вырастить в прошлом году. Также в прошлом году яйца хвостла. Огурс яйцевидный я покупала, но так его не посеяла. Это сухоцвет. Он для создания композиции в саду, для сухих букетов и так далее. Буду высевать сразу в открытый грунт. Посмотрю, что получится. Рассады даже не буду заморачиваться с ним. Флокс друмонда. Это синий бархат. Значит, это однолетний флокс. Мне его вообще флокс однолетний посоветовали в одном из прошлогодних видео. Кто-то высаживал. И вот зритель мне посоветовал посадить. И очень красиво смотрится. Это невысокое растение. Они, по-моему, по 30 сантиметров, по 25 даже в высоту. Они для кашпо хорошо подходят. И для подбивки в цветнике многолетников. И цвет красивый, который мне очень нравится. В этом году попробую посадить. Посмотрю, что вырастет. Так, конечно, красивый цветочек. Посмотрим. Ну, конечно, бархатцы я сажаю каждый год. Они мне очень нравятся. И отклоненные, и прямостоячие буду сажать. Вот, допустим, вот этот сорт бархатца, Мария, это очень плохо взошел. Хотя семена иностранные. Иностранные селевцы. Не знаю почему. Эти прямостоячие, они всегда удаются хорошо. Золотая головка тоже хорошо от поиска взошел. Единственный момент. Я в прошлом году высевала новинку. Это мелколистные бархатцы. Я их видела, они мне как-то понравились. Но что я хочу сказать, что к концу сезона, ну, к концу сезона, это август месяц, сначала где-то, эти бархатцы, они, как получается, ноги оголяются. То есть высыхает листва, и ноги получаются лысые. И вверху получается как шапка такая с листвой, и с мелкими вот этими цветочками. А внизу все некрасиво. Мало того, что разваливается куст, образует вот эту лысину некрасивую. Тоже мне очень это не понравилось. От ветра, а в Московской области последние годы очень сильные ветры. Их как-то сбивает, они наклоняются, днобухие получаются. В общем, высаживать я мелколистные бархатцы больше точно не буду. А вот обычные бархатцы, вот такие отклоненные, у них, посмотрите, какая шикарная листва до самой земли. Плотные листва, куртинки очень плотные. Такие средние, вот эти цветочки красивые. Они небольшие и не мелкие. Замечательные обычные бархатцы. Буду их только высевать, а вот мелколистные первый и последний раз. Так, обязательно я высеваю подсолнухи. Разные виды беру. Вот Gloriosa evening я уже 3 года выращиваю. Замечательный подсолнух. Солнечный закат тоже очень красивый получается. Уральские самоцветы действительно тоже, они все такие разные, очень красивые. Подсолнечник оранжевое солнце я высеваю каждый год. Собирала позапрошлым году свои семена с этого подсолнечника. В прошлом году, в этом году я их высевала. И хочу сказать, что он особо не повторил вот эти качества. В общем, семена подсолнечника я больше собирать вот этого конкретно не буду. Не получаются вот такие шапки. Надо будет купить. Подсолнечник многолетний. Это золотая гирлянда. Не знаю, как он многолетний или нет, но я его высеваю каждый год. Действительно, вот так он и растет по всему стеблю гирлянды. Очень такие соцветия небольшие. Очень хорошо будет, кто составляет букеты даже на 1 сентября. Ну, это обычный подсолнечник для еды. Тоже очень крупные головки, красивые получаются. Они прям полные. В этом году я высаживала подсолнечник по периметру курятника. У нас есть куры. Буквы Г высаживала. И знаете, как красиво смотрелось. Полностью закрывала мне курятник. Вот этот выгул. Кур было и не видно, что самое хорошо. И сам курятник, в принципе, не видно было. По-моему, я не снимала видео. Если найду кадры, я поставлю. Вот. И что хорошо, что вот эти потом шляпки, если они остаются, здесь семена, потому что их воробьи птицы склевывали в один момент. Ну, кое-что оставалось. Я эти прям шляпки срезала и отдавала курам. То есть они все это выедали. В общем, полезно. Так что подсолнечник я обязательно высаживаю. Цветник никогда не сажаю. Мне не нравится. А вот в зоне огородная очень красиво подсолнечник смотрится. В этом году тоже что-нибудь еще новинку какую-нибудь присмотрю. Вот, в принципе, и все семена, которые я буду высевать на следующий сезон. Но это, конечно, не все цветы, которые у меня будут. У меня еще и есть и фуксии штамбовые, и кустовые, и черенки пиларгонии. Может, что-то еще и куплю черенками. Посмотрим. Ну, а у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока.